Приветствую на канале Arduino Technology. У многих, наверное, возникал вопрос, как можно сделать управление с цветом с помощью пульта от телевизора, чтобы можно было включать с помощью выключателя свет и с помощью пульта также включать и выключать свет. Например, пульта включили, пошли выключить с помощью выключателя. Также рассмотрим, как можно использовать радиомодуль для управления также нашим светом. Можно включать с помощью радиопульта свет и уже с помощью других устройств, например, выключателей, включать и выключать наше освещение. А сейчас расскажу подробнее, как это сделать. И немножко перед сборкой схемы рассмотрим теорию, как же устроена наша схема работы включения лампочки с двух мест с помощью двух переключателей. Скачал в интернете вот такую схему. Схема неправильная, потому что при переключении переключателем один контакт у нас будет всегда в воздухе. Эту схему в топку. Скачал менее красивую, но более правильную схему. Вот такой вот. Итак, как же устроена работа переключателей? Переключатель устроен немножко по-другому, как обычный выключатель. У выключателя есть один контакт, который замкнут либо разомкнут. У переключателя есть два контакта. В одном положении замкнут один контакт, в другом положении другой контакт. Поэтому он и называется переключатель. Соответственно, подключая два переключателя, устанавливая их в разные места, например, один с одной стороны коридора, другой с другой стороны коридора, мы можем включать и выключать нашу нагрузку, то есть светильник, с разных мест. Как это работает? При нажатии на клавишу замыкаем вот эту цепь и у нас светильник включен. Если мы нажимаем клавишу на этом переключателе, у нас выключается. Если на этом, тоже выключается. Если у нас замкнут этот переключатель и вот этот переключатель, соответственно, у нас лампочка снова светится. И так мы можем включать и выключать с одного места и с другого места нашу лампочку. Вы скажете, при чем здесь два переключателя и наше реле. Если мы внимательно присмотримся на реле, тут нарисована такая схема. У реле есть три контакта. Один общий контакт и нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты Если мы присмотримся, то это точно такой же переключатель Как и мы используем при включении нашего светильника с двух мест Используя реле, установить его можно прямо в коробку Мы можем заменить, убрать один переключатель из схемы и подключить наше реле Сейчас у нас уже в коробке установлено реле, которое выполняет функцию второго переключателя Данная схема имеет также и минусы Первый минус это связано с тем, что у нас нужно 3 проводника, чтобы подключить переключатель Который будет выносной Если у вас подключен сейчас однополючный выключатель Вы не сможете использовать данную схему, потому что у вас проложено 2 проводника Если у вас двухпозиционный выключатель, у вас проложено 3 проводника Но при переделке данной схемы вы сможете управлять только одной нагрузкой Например, у вас включалась и выключалась люстра по секциям то вы сможете только включать и выключать полностью всю люстру. Но переделать можно. Соответственно, вам нужно будет переделать вашу схему, поставить один переключатель и в коробку добавить реле и схему с Ардуиной, которую будем рассматривать дальше, и управлять светильником. Следующий минус – это нет возможности использовать твердотельное реле. От твердотельного реле только есть контакт, который мы нормально разомкнуты, который мы замыкаем при подаче управляющего сигнала. Соответственно, вот они два минуса. При использовании данной схемы. Ну и сейчас в теории перейдем к практике. Собрал схему на макетной плате. Сейчас с помощью пульта дистанционного управления, например, вот такого, либо пульта от телевизора, мы можем спокойно включать и выключать наше реле. Также с помощью радиом-пульта, либо вот такого брелка, радиом-брелка, мы можем также включать и выключать наше реле. Также мы можем одновременно работать и с пультом дистанционного управления, и с радиопультом. Можем включать и выключать. И наоборот. Этим включили, этим выключили. Соответственно, все взаимозаменяемое. Также можно... Сейчас подключим мы все к стенду, и будем еще включать и выключать свет с помощью проходных выключателей. Собрал вот такой вот стенд, установил два переключателя и два патрона с лампочками. Сейчас все это подключим. С задней стороны это все выглядит вот так вот, фальш-панель просто. Сюда сейчас установлю электронику, которая будет управлять, и покажу, как можно с помощью вот этих переключателей управлять данными лампочками. И плюс схемой, которую я до этого показывал, вот этой вот схемой, можно управлять нашими лампочками с помощью пульта. Вот такого и вот такого пульта. Вся электрическая схема собрана. Все собрано на стенде. Теперь можно проверить. Повключать и выключать с помощью переключателей. Как видим, оба переключателя работают. Сейчас проверим работоспособность пульта. Как видим, инфокрасный пульт работает. Проверим радиопульт. Как видим, радиопульт тоже работает. Все отлично работает. Теперь проверим совместную работу. Например, включим одну лампочку с помощью пульта. Выключим ее с помощью переключателя. Теперь вторую лампочку включим с помощью радиопульта. И выключим ее с помощью переключателя. Как видим, все отлично работает. Мы можем с помощью пульта дистанционного управления, с помощью радиопульта и с помощью переключателей управлять нашим освещением. Также вы можете запрограммировать любой пульт от телевизора. Для этого есть специальный скетч, который позволяет считывать команды кнопок. Наводим на инфракрасный приемник, нажимаем, он мигает и в мониторе порта вы увидите код команды. Считав данный код команды, добавите в скетч, в описании к статье напишу, как это сделать, и код для считывания команды добавлю, и напишу, в каких строчках что поменять. И вы можете уже управлять с помощью своего пульта от телевизора, например, включать и выключать подсветкой. А сейчас немножко поговорим об ограничениях, сколько мы можем подключить вот таких вот устройств, сколько источников нагрузки мы можем подключить. Все зависит от количества реле и, соответственно, сколько нагрузок мы можем подключить к радиоприемнику. К данному радиоприемнику мы можем подключить 4 нагрузки, 4 клавиши у нас, и, соответственно, мы можем подключить уже 4 лампочки здесь, добавить еще 2, 2 переключателя добавить, либо поставить 2 двухполюсных переключателя и поставить 2 лампочки, и, соответственно, мы можем управлять уже 4 нагрузками. Ну, а на пульте дистанционного управления можно запрограммировать большое количество, вот сколько клавиш, столько можем и настроить нагрузок. Столько нагрузок мы можем включать и выключать с помощью пульта дистанционного управления. Соответственно, нужно будет установить 4 реле и управлять уже 4 нагрузками. Конечно, можно и больше нагрузок подключить, и настроить схему управления, но это будет все зависеть от вашей фантазии и желания. И для самых терпеливых, кто досмотрел до самого конца видео, рассмотрим вот эту схему. Как это все выглядит под капотом, все у нас подключено таким образом. Вот это у нас линия 220 вольт, это питание для Ардуины. Питание Ардуины можно заменить вот таким вот маленьким трансформатором, стоит он в пределах 100-120 рублей на Алиэкспресс, и можно запитать нашу Ардуину. Конечно, данная электроника занимает достаточно много места, и если у вас в распределительной коробке уже много проводов, это уже не затолкать. Но, в принципе, если есть место, то это все можно разместить. Также будьте осторожны при работе с линией 220 вольт, соблюдайте технику безопасности. Управлять нагрузкой можно не только с помощью пульта дистанционного управления. Например, можно подключить и Bluetooth, и Wi-Fi. Ваши предложения и комментарии пишите под видео. Все исходные материалы будут на сайте, ссылка также будет в описании. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и всем пока-пока, до встречи в следующем видео.